дорогие друзья всем привет и добро пожаловать на канал коротко а не коротком с вами кин и это что-то вроде мысли вслух как вы понимаете все сказанное видео это мое личное мнение и вы можете быть с ним не согласны поводом для создания данного видео послужило то что сейчас в каждом или практически в каждом фильме или сериале обязан быть лгбт персонаж и многих людей это начинает чутка напрягать я то и дело что под разными фильмами или сериалами натыкаюсь на комментарии по типу ой тут эти опять эти ну что без них вообще никак нельзя что ли и это натолкнуло меня на мысль а где лгбт персонажи реально нужны где их ориентация реально влияет на сюжет а где они служат просто манекенами на витрине мол смотрите у нас есть такой персонаж но перед началом расставим несколько точек во первых я ничего не имею против разных рас мировоззрений и ориентации и здесь мы будем обсуждать не реальную жизнь а только персонажей фильмов или сериалов так что ничьи права я отстаивать или притеснять не собираюсь также как вы уже могли заметить без цели кого-то обидеть или оскорбить я буду использовать только аббревиатуру лгбт или натурал дабы не растягивать предложения полными терминами ну и так как я являюсь натуралом то где-то видео я могу ошибаться просто может я чего-то не понял пока смотрел те или иные фильмы или сериалы если что можете поправить меня в комментариях ну что ж на этом в принципе со вступительной частью все и я предлагаю начать заново дорогие друзья всем привет и я блять ненавижу лгбт в кино и сериалах когда их ориентации является манекеном они двигателем сюжета подробнее после заставки да друзья в наше время в большинстве фильмов и сериалов должен присутствовать лгбт персонаж и я не против этого но из страха нарваться на жалобу как мне кажется некоторые создатели просто не зная что делать с таким персонажем делают из него манекена на витрине или галочку то есть лгбт ориентация ни на что не влияет но она зачем-то заявляется каким-то поступком или же просто текстом и я думаю вот такое вот бессмысленное выставление ориентации как раз таки и должно оскорблять ее представителей но если создатель не знает как использовать ориентацию персонажа для сюжета то как по мне он должен набраться смелости и не добавлять ее и я надеюсь что в будущем так и будет но пока что увы такая история будет продолжаться и будут недовольства и будут лгбт витрины но про некоторых таких я вам сейчас и напомню попутно приводя примеры хорошего использования лгбт ориентации но еще раз упомяну я могу ошибаться так что если что поправляйте в комментариях и для начала как по мне сильно переоцененный фильм форма воды и персонаж джайлз вдруг главной героини который глазеет на продавца и пытается к нему подкатить но тот ему отказывает я бы хотел познакомиться поближе ты чё творишь старик и что и на что еще это влияет в фильме нет как объяснение можно сказать что джайлз знает что такое запретная любовь и поэтому он помогает главной героине такой вариант я услышал от одной своей знакомой и как по мне он чушь но вывести на чистую воду такую лгбт витрину можно одним вопросом а что изменилось бы будь он натуралом наверное он бы кинул свою подругу с которой уже долгое время живет бок о бок так получается нет наверное он все равно бы ей помог то есть ориентация ни на что не влияет и служит только для галочки если среди моих подписчиков есть адекватные представители лгбт напишите вас такое устраивает что до лгбт персонаж есть но ровным счетом плевать лгбт он или нет противовес джайлза я поставлю эрика из сериала половое воспитание вот где эпатажный лгбт персонаж во всей красе так это здесь и знаете что будет если ему поменять ориентацию на натурала треть сериала можно сразу выбросить и переписать так как его ориентация влияет примерно на столько сюжета тут и проблемы в семье и отношения в школе и события вне школы и так как в сериале главный персонаж отис эрик такой же второстепенный персонаж как и джайлз и как по мне он прекрасный пример того как надо использовать ориентацию если вы о ней заявляете но снова вернемся к кино а именно к зеленой книге и еще одному лгбт персонажу как по мне прекрасный фильм но снова же показывающий ориентацию дока ширли чисто для галочки насколько мне известно фильм основан на реальных событиях но в то же время слышал что фильме переврали огромную кучу всего поэтому я постараюсь рассуждать про дока ширли в отрыве от реальности сугубо как про персонажа и для начала я предлагаю вспомнить этот момент у вас есть жена была джун хорошая теперь вот этот друг явился спасибо снова этот жена была и снова вот этот и я не спорю может после разрыва с женой он совершил каминг-аут я слышал такое возможно но почему сука в таком хорошем фильме это выставлено так бездарно то есть наткнулась на него полиция в душе с парнем и они его задержали как мне кажется наткнись они на него в душе с девушкой ему бы тоже пришлось не сладко да даже наткнись они на него в душе одного все равно все закончилось бы плачевно потому что будем честны там решала не ориентация а ведь создатели могли выставить его ориентацию немножко красивее сейчас будет крапуль моего воображения так что не судите строго представьте такую картину док это они едут по америке это не постоянно пишет письма жене но док ширли тоже кому-то пишет письмо док а кому вы там все письма написываете это не ваше дело следите за дорогой но потом в конце фильма оказалось бы что док писал письма своему парню но ответов он весь фильм не получает и соответственно грустит и буха и но в конце фильм оказывается что из-за погодных условий письма до дока просто не доходили и парень дока ширли под конец фильма приезжает к нему в гости несмотря на погоду и я не вдвоем отправляются кто не в гости на рождественский ужин не знаю как вам а как по мне это лучше чем то что показали в фильме фильме это выглядело как будто нам говорили что док харизматичный талантливый умный также он ответственный внимательный и умеет слушать и тем более что потом этот вброс с баней вообще ни на что не влиял но вы пишите в комментариях какой вариант вам понравился больше тот который я предложил или тот который показали фильме а теперь мы поговорим про сериал который еще 9 лет назад опередил все эти современные тренды бесстыжие и в частности про пару микки милковича иена галагера пару голович если вам так будет удобно и я считаю что голович это еще один хороший пример использования ориентации скажем так если спросить что поменяется если мы их сделаем натуралами то ответ будет прост все потому что все характер поступки решения этих персонажей связаны с их ориентацией поменяю и и это уже будет совсем другой персонаж и вот снова же два главных персонажа ладно три главных персонажа док и галович поменяя фильме ориентацию одного и фильм ничего не потеряет поменяя в сериале у галовича ориентацию и можно переписывать сериал но и в сериалах были паршивые овцы и сейчас я вспомню одну такую не буду сильно распыляться так как это был небольшой вброс но он был в моем никогда самым любимом сериале а поэтому даже небольшой вброс вызвал у меня триггер и я про доктора кто 11 сезон 2 серия вы знаете воинов стенд за из-за них умерла моя жена и моя к чему здесь было указывать ориентацию я не понимаю самая тупая вставка для галочки как по мне хотя вся эта серия больше подходит под тему феминизма про который я сделаю отдельное видео если захотите ну и напоследок я бы хотел вспомнить третий тип лгбт персонажей в кино и сериалах это персонажи по типу уоллеса в скотти пилигриме или клауса в академии амбрелла они лгбт и они влияют на сюжет но только косвенно и я бы сказал чуть-чуть они создают небольшой лгбт арку не влияющий на глобальный сюжет вот за или против таких персов я ничего не имею ну и на них я пожалуй закончу девочки лгбт простите я хотел привести больше примеров с вами но не вспомнил таковых кроме одного вышеупомянутого но подытожить я бы хотел как мне кажется очевидными словами если вам и надо заострить внимание на ориентации персонажа то будьте добры прописать под эту ориентацию сюжетную линию но высказывал свои мысли и никого не хотел обидеть кин и большое вам спасибо за просмотр но если вам понравилось данное видео то но ну вы знаете что надо сделать а в описании вас будет ждать ссылка для вашей поддержки канала а также ссылка на мою группу вк и instagram буду очень признателен если подпишитесь ну а я же как обычно пожелаю вам только интересных сюжетов и будьте добрее друг другу пока вот когда пройдешь всю эту девчачью хуйню типа меня не полюбить вот тогда и звони вдруг бери не успеет сделать из меня честную женщину сухого она Продолжение следует...